Бывший глава палаты предпринимателей Атамикен Аблайм Рзахметов задержан, сообщили в среду казахстанские СМИ. Его подозревают в получении взятки. 30 миллионов долларов, написала пресса. Антикоррупционная служба подтвердила задержание, но не назвала размер взятки и предполагаемого взяткодателя. Аблайм Рзахметов значился в списке 50 самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Форбс Казахстан». Он возглавлял Союз Атамикен, затем Национальную палату предпринимателей. В руководстве этих структур был зять бывшего президента Насултана Назарбаева Тимур Кулебаев. Считалось, что Мурзахметов один из приближенных к семье Назарбаевых и в частности к Кулебаеву. Знаю, любят у нас некоторые, уважаемые коллеги общественные, вот там фотографию, там не знаю, Кулебаева, кого-то повесит, вот эти фундисты, кто мешает, ну там вообще это очень далеко от истины. По данным портала правительства для граждан, Аблайм Рзахметову принадлежит несколько компаний. Он является совладельцем комбината «Фараб», который производит медицинскую продукцию, а также собственником предприятия, разрабатывающего два месторождения золота в Восточном Казахстане. Казахстанский политолог считает задержание Мурзахметова продолжением трендов, начавшихся после кровавого января, когда близкие к Назарбаеву членам его семьи люди утрачивают былые позиции. Бұз бұл тұтқындаудан Кимур Кулубаевқа жасалынған сұқы жәнде Кимур Кулубаевтын ықпалының азай ұжатқанын көріуге болы. Әрине бұл Назарбаевтың түсіндағы әрі тұлғалардың, Аблаимурз Ахметов уже находился под следствием по подозрению в коррупции. Его обвиняли в хищении государственного имущества в бытность министром транспорта и коммуникации в 2002 году и приговорили к пяти годам условно. Его старший брат Оскар Мурзахметов работал министром сельского хозяйства Акимом Южно-Казахстанской и Жамбылской областей.